Звезда сериала «Бригада» актер Сергей Безруков пожаловался, что погряз в долгах. Дело в том, что несколько лет назад народный артист России приобрел квартиру в центре Москвы в кредит, разумеется, а вот расплатиться за тот займ не может по сей день. Ситуацию усугубила и пандемия коронавируса, когда, помните, да, нам всем радостно сообщили, но вы держитесь, а затем бросили на произвол судьбы. Огромное количество предприятий малого и среднего бизнеса в итоге схлопнулось. Миллионы россиян в одночасье стали безработными. Звездам, как выяснилось, тоже пришлось не сладко. Вот, пожалуйста, ситуация с Безруковым. Человек до сердечного приступа, до переживался, между прочим, а ведь молодой еще 47 только. Ну что я могу сказать Сергею Витальевичу в данной непростой ситуации? Дорогой наш любимый артист, помнится 10 месяцев назад, как раз в разгар коронавирусной пандемии, вы нам на серьезных щах рассказывали, будь то принятие поправок в Конституцию изменит жизнь каждого, практически вскреп державе в лучшую сторону, призывали не оставаться равнодушными. Обязательно поддержать идею главного с голосованием. Вот почему, мне кажется, так важна поправка Конституции Российской Федерации о защите и сохранении. Так вот, исходили бы в Конституционный суд, возможно, какая-то из внесенных в основной документ страны поправок помогла бы решить вашу проблему, ну скажем, поправка об обнулении президентских сроков для царствующей аж особой. Да, впрочем, не ходите. Просто потерпите немного Конституцию, то мы ведь в итоге изменились. Она как заработает? Завтра, послезавтра и в вашей жизни наступит ра. Верь мне, Сережа! Верь мне! Начинаем! А у нас время подведения итогов голосования, которые объявили две недели назад. Четыре с лишним тысячи человек приняли в том голосовании участие. Это немного, но мы его и проводили в нашем чате в Телеграме, где аудитория пока более чем скромная. Канал в Телеге создать все никак, руки не дойдут. Вот как раз и напишите в комментариях, нужен ли вам отдельный канал в этой соцсети, а заодно, возможно, у кого-то возникнет желание стать там модератором, все в личку. Ну да мы отвлеклись, и так голосование. Вопрос мы сформулировали следующим образом. Кого из кандидатов готовы поддержать люди, если выборы президента состоялись бы сегодня? Раздача слонов. Владимир Путин набирает 5%, еще меньше по 2%. Голосов виртуальных избирателей у Генсека, КПРФ Зюганова и лидера ЛПДР Жириновского. То есть вечные 2% дерьма. СР Миронов и что-то там теперь еще. Ни рыба, ни мясо, у него кол. Садись, Сережа, даже не два. То есть, ну тут совсем все плохо, особенно если учесть, с каким количеством политических и общественных организаций и объединений Сережина партия слилась в экстазе за годы существования. Ну на помойку истории пора. И это объективно. Однозначным лидером импровизированной гонки стал кандидат с условным именем Собачий Хрен. 90% опрошенных поддержали бы этого человека на выборах. Не я придумал. Ну а теперь без шуток. Наш опрос показал только одно. Люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за вот этих вот четверых. Надоели, если перефразировать. А източник, как я понимаю, надоел. Ну так уж надоел. Ну как оно-то, они поймут. Нет, дальше не надо участвовать. Зачем? Сколько можно? Смена власти нужна, чтобы Россия двигалась дальше. Вот сколько может быть человеку власти? 20 лет. Что мы видим хорошего? В шее не пойму все творится. А тут эта Терешкова. Ну какое прихлебатайство натуральное. Что она там делает? Да и вся дума такая же прихлебатая. Это реальная журналистика. Строили, строили 20 лет. И тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Конечно, кто-то мне сейчас может возразить, мол, Саш, Ну твой опрос не объективен ни разу, хотя бы потому, что он проводился в интернете. А пользователи соцсетей, как известно, критически настроены по отношению к режиму Владимира Владимировича. И вот тут я уже с вами поспорю. Первое. А кто вам сказал, что интернет не объективен? Телевизор? Тоже мне образец объективности нашли. Второе. А давайте честно порассуждаем вот о чем. Где еще, кроме интернета, у россиян сегодня есть возможность высказаться? Вот на какой из трибун простой гражданин РФ может выразить свою собственную точку зрения? В ящике? На страницах государственных газет или информагентств? Где? Да нигде. Крупные российские СМИ уже давно работают во дни ворота. И мне интересно наше с вами мнение. Раньше хотя бы раз в пятилетку, хотя бы в эфире региональных телеканалов, например, показывали сюжеты о каких-нибудь несчастных бабушках, в бедах которых, разумеется, виноваты подлецы чиновники на местах. Все. Теперь такие истории не востребованы. Теперь либо Путин президент мира, либо кругом враги. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Депутатский бизнес. В Саратове разгорелся скандал. Местного народного избранника заподозрили в ненародном образе жизни, сомнительных доходах и связях с криминалом. До чего далеко ходить? Сами пропагандисты неоднократно говорили. Их эфиры, их страницы, их публичные трибуны существуют исключительно для своих. Инакомыслящие и подозрительные нахер с пляжа, что называется. Для них есть свои источники информации, которые они активно используют. Я думаю, что да. Так может они бы в эфире радостно вышли, рассказали, и не нужен был бы митинг? Ну, может быть. Может и рассказали бы. У них есть телеканал Дождь, они там рассказывают. То есть со СМИ разобрались. Не место для дискуссии, тем более для высказывания неправильного с точки зрения политики партии мнения. Может быть тогда улицы? Да как-то тоже не получается. Вы ведь сами огромное количество раз были свидетелями, чем в сегодняшней России заканчиваются протестные митинги. Всегда дубинками, всегда преследованиями, административными и даже уголовными. Одну интересную деталь вам сейчас озвучу. Я просто погуглил. За два года, за два года, повторюсь, в нашей стране не было санкционировано ни одного протестного митинга на федеральном уровне. Два года. И ни одного митинга не разрешили провести, выпротестовать. Нет, все. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Не мешать проходу другим гражданам. Ваша акция не согласована с органами государственной власти. Уважаемые граждане, мероприятие незаконно. Вы создаете полиции для жителей людей. Проследствовать в России. Напоминаю, что вы можете... Минувшие выходные вовсе показали отныне и выборы. Отнюдь не повод высказывать свою точку зрения. Потому что за это также можно огрести и отправиться на нары. Вот кто смотрит меня в тиктоке, два дня подробно рассказывал о случившемся в Москве в гостинице Измайлова, куда со всей страны съехалось огромное количество муниципальных депутатов, общественников. Съехались люди с целью провести в преддверии выборов в Государственную Думу, что пройдут в сентябре, форум объединенных демократов, так это мероприятие официально назвали, выработать какую-то совместную стратегию, какие-то действия обговорить, поведение свое. Это нормальный процесс для любой избирательной кампании. Собрались единомышленники, договорились между собой, как будут действовать, пошли выдвигаться. Фигу с дрыгой! Нарисовались граждане в форме, устроили маски-шоу. Вы сейчас все будете задержаны, доставлены в территориальное подразделение для составления стратегических материалов. В случае непогновения, законным действием сотрудника полиции, в соответствии законного полиции, в отношении вас, может быть, применена физическая сила или специальная. Почти 200 задержанных без объяснения причин просто хватали. Совали в автозаке и увозили. За что? Почему? Какую букву закона нарушили собравшиеся? Ответа на этот вопрос нет до сих пор. Попытались соврать сперва про нарушение масочного режима. Пришается вопрос о том, какая Россия будет, не знаю, в ближайшие 100 лет. И если ради этого придется проехать, если ради этого придется... Очень скоро все поняли вранье. Рассказывали сказки о нежелательных организациях, в числе организаторов мероприятия. Таких организаций тоже не нашли. Образовались даже индивидуумы, которые попытались сравнить форум с несогласованным митингом. Потом, впрочем, сами поняли, что это бред сумасшедшего, но 200 человек-то задержали. Это не какие-то маргиналы. Действующие депутаты, повторюсь, со всей страны. За них люди голосовали, это представители власти на минуточку. Яшина вот выше показал глава муниципального района Красносельский в столице. А еще там были уважаемые общественные деятели, вроде Ройзмана. Журналисты, плевать. Как бы индюганов каких-то на воровской сходке похватали. И до сих пор еще раз не могут объяснить, на каком основании. Поэтому, друзья, говорить о субъективности интернета, ну, как минимум, смешно и глупо. Я только что попытался все разложить по полкам. Интернет сегодня единственная площадка в России, где люди пока еще могут действительно. Выражать свое, действительно свое мнение. И пока еще не опасаясь последствий. Да и голосование мы объявляли открытое. А не как Екатерина Андреева. У них там есть свои каналы и чаты. Типа пусть там и голосуют. Такого не было. Я приглашал и приглашаю к участию всех. Вне зависимости от политических предпочтений человека. Расклад вы видели. Давайте еще продлим данное голосование, что ли. Я не возражаю. Вот и договорились. Ссылка на наш телеграм-чат будет, как обычно, внизу под роликом. А это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. Спасибо кафе Фаина Раневская за прекрасный завтрак и за предоставленное для съемок помещение. Заглядывайте, не пожалеете. Равно как и в наши соцсети. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.